добрый день уважаемые дамы и господа и мы продолжаем нашу работу с телом нашего пациента во-первых смотрите еще один нюанс да взяли флакончик с маслом но масло я использую обычно флакончик беру из каких-то косметических или там средств или шампуней да но видите как я делаю я не накапал на тело пациента да не налил на него холодное масло чтобы ему не чтобы ему было комфортно это опять же вот так вопрос о том что как подготовить пациента к работе масло можно заранее подогреть на батарее или в теплой водяной бане да либо там ну какие-то еще средства можно использовать чтобы ему было максимально комфортно если она достаточно охлажденная я его все равно прислал только на руку чтобы делать это так аккуратненько чтобы ни одна капелька не упала на пациента также неприятно когда раз вас капает под масло до холодное разогреваю его в руках к этому растираю так что она не капает видите и сразу же с рук растягиваю разглаживаю размазываю по всей нашей поверхности которую будем сейчас обрабатывать если масло не хватает в это сразу видно да что маловато то может добавить еще немножко но тут тоже нюанс что говорится надо везде знать меру переборщить тоже нельзя слишком будете скользить слишком страдить это тоже плохо потому что вы сможете захватить до ткани пациента не долив экономите может есть такие экономные натуры да это тоже плохо потому что будет гореть кожа особенно если у человека там волосатая спина волоски да они будут как бы поддергиваться аж до того что фолликулы вот этих вот волос волосяных луковиц они будут с покраснением болеть да поэтому забудьте о пациенте смазывать его настолько насколько нужно этого нам конечно придется опытом но пока вот и расценивается это так далее смотрите если мы работаем целой техникой а мы будем сейчас работать да то я заранее смазываю себе еще и локти опять же видите в ладонь даже локти растянул масло чтобы на него не капало и смазывал свои активы и суставчики потому что в дальнейшем я перейду к работе локтями и вот всякие техники будем делать вот такие такие вот сейчас мы до этого дойдем вот после того как вы смазали пациента вы переходите к легкой диагностике его состояние об этом узнаете в следующем ролике